Маэстро Глава 8. Маэстро Сегодня чуть ли не каждый, хоть немного занимающийся боевыми искусствами, спешит гордо назвать себя маэстро. Люди повсеместно создают так называемые авторские системы, что вроде как мгновенно придает им значительный статус. Ведь не просто освоили нечто уже существующее, а создали новое, как бы еще более усовершенствованное и эффективное. Но на деле в большинстве случаев авторские боевые системы подобного класса и уровня создают те, кто нахватался по верхам в разных школах у многих учителей. И лепит это в нечто целое, гордо именуемое системой. Исторически недавно, всего-то несколько веков назад, так поступать попросту не позволили бы. Заставили бы доказывать свои знания и навыки. То есть доказывать не на словах, как вы понимаете, а в поединке, возможно, и смертельном, если на кону стоит честь и достоинство. Статус всегда давался человеку в силу определенных поступков, а не слов и бумажек. Особенно, когда речь шла о рыцарском статусе. Рыцарям нельзя было родиться или запросто назваться. Им можно было только стать. И статус этот надобно было заслужить. Такова одна из важнейших предпосылок европейского рыцарства. Такой же логики я придерживаюсь по отношению к названию сицилиец, считая, что настоящим сицилицам необходимо стать. А для этого недостаточно просто родиться в Палермо, Мессине или Трапане, провинциях Сицилии. По этому поводу у меня даже возник спор со знакомым из Сицилии. Мне упрямо доказывали, что это не так, и что они являются истинными сицилийцами. Почему? На основании чего? Да, по праву рождения. Того, дескать, и довольно. Однако я настаиваю на своем и считаю, их позиция может быть и верна лишь в том случае, когда речь идет о простолюдинах. Тогда да. Но если вы считаете себя потомками дворянских кровей, людей, воевавших и формирующих это государство, то, извините, не соглашусь. Нужны поступки, и никак иначе. И в этом случае критерием истины является только практика. Убеждение это взято мною не из воздуха, как вы понимаете. Приведу в пример фрагмент книги, не раз упомянутого Лоренса Дорадо, «Защита истинной науки об оружии» 1711 года. Прошу обратить внимание на то, как человек, прошедший сотни сражений, ревностно относится к воинскому искусству и тем, кто называется мастерами. Цитата. «И с этой особенностью отношения к оружию, свойственного большинству его учителей, они были заняты ранее в ремеслах, очень далеких от меча. Это каменщики, плотники, кузнецы и другие работники, для которых управление мечом – хобби. Посредством многих упражнений и приложенных сил им удается нанести в бою четыре удара тому, кто знает и умеет меньше их. Они поднялись с титулом учителей, оставили свои прежние профессии и предались бездельничеству, будучи порочными обманщиками республики. Потому без каких-либо предписаний или иных серьезных побудительных причин эти авантюристы вульгарным бормотанием и дилетантским фехтованием просто вытягивали плату из бедного ученика и ставили под угрозу саму его жизнь». Конец цитаты. Дорадо, как и многие другие рыцари средних веков, четко осознавал цену каждой ошибки на поле боя и, видя, как некто явно неумелый обучает людей воинскому искусству еще и за деньги, был готов расправиться с ним буквально на месте. Сегодня время изменилось. Фехтование как способ защитить себя, свою семью, больше не является ключевым навыком эпохи. Соответственно, и спрос стал значительно меньше. Вместо профессиональной эффективности и возможности спасти вам жизнь в бою, люди выбирают боевые системы по интересам и личным симпатиям. Говоря о рыцарских статусах, можно выделить две основные традиции, исключающие друг друга. Первая – средиземноморская, в рамках которой группы лиц определяют, кого можно назвать рыцарем. Вторая традиция – нормандская, где только бог решает, рыцарь ты или нет. К примеру, попадает такой рыцарь средиземноморской традиции в общество рыцарь нормандской традиции. Его сразу, конечно, не лишают статусов безосновательно, однако ставят под вопрос и тщательное наблюдение, пока не подаст повода его развенчать. И если повод такой рыцарь даст своим поступкам, не подходящим к этому статусу, по мнению второй стороны, безусловно, то всех регалий его быстро лишат. И вдобавок объявят о том, что поспешили слишком люди, посвятившие его. Как выглядят поступки рыцаря очень хорошо показано в фильме «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 1983 года. Бриан де Буа Гильберг, командор ордена рыцарей храма, в одном из эпизодов сказал своему подручному «Жак, оставайся здесь. Черный рыцарь не должен войти в замок, пока я не разделаюсь с теми, кто лезет на стену. Останови его, и ты станешь рыцарем». Конец цитаты. Для того, чтобы стать рыцарем, необходимо демонстрировать подвиги. Иначе не будет уважения, не дадут такого высокого статуса. Ну или развенчают, что тоже случалось в истории. Также пример настоящего рыцаря – король Ричард, который при штурме замка плечо в плечо сражался с остальными солдатами, как обычный офицер. И только в самом конце снял шлем со словами «Да, я ваш король Ричард». И уважение к королю Ричарду и его подданных было безгранично. Не было сомнений, что он прежде всего настоящий рыцарь, и только во вторую очередь король. А теперь давайте вернемся к главной теме книги – испанскому фехтованию, в котором также присутствуют правила присвоения статуса маэстро. Луис Пачико де Нарваес даже написал отдельную книгу на эту тему – «Простой способ экзаменации учителей в искусстве фехтования с оружием» – 1898 год. Познакомлю вас с некоторыми фрагментами книги для того, чтобы у вас было представление о том, как экзаменовали маэстро наши великие предшественники. А выводы уже делайте самостоятельно. Диалог между учеником и учителем-экзаменатором по философии и искусству фехтования для получения степени маэстро, в котором будут защищаться 100 выводов или форм познания от Дона Луиса Пачика де Нарваеса. Если хотите быть таким же авторитетом для своих учеников, как Аристотель, вы должны быть уверены – то, чему их учите, является истиной. Согласно Квинтелиану, маэстро должен освещать путь, будто солнце, преодолевая заблуждение и густой туман невежества. Недобросовестно выполняя свои обязанности учителя, он будет обвинен в том, что ничему не научил и ничего не знал. Учитель. Что такое дестреза? Ученик. Как правило, это привычка к чему-либо, которую человек обретает, выполняя упражнения, что позволяет ему стать ловким и должным образом развить свой потенциал? Учитель. О чем именно мы говорим сейчас? Ученик. Мы говорим о дестрезе, о навыке, которые используются против уловок. Учитель. Говоря точнее, что такое уловка? Ученик. Это принцип, формируемый человеком и направленный на самооборону и атаку противника в силу существования необходимости защищаться. Учитель. Сколько принципов может быть применено человеком? Ученик. Бесконечное количество в соответствии с нашим потенциалом. Учитель. Тогда почему может быть бесконечное количество уловок, если невозможно защищаться и нет такой возможности, хотя этого не может быть в дестрезе? Допустим, против человека может быть использовано бесконечное количество принципов, а варианты обороны ограничены. Тогда получается, что между ними нет пропорциональности? Ученик. Так же, как и не все суждения, дающие понимание, могут быть сведены к практике по причине одновременного функционирования духа человека и его тела, которое является физическим и земным. Исходя из такого понимания, могут быть сформированы не все уловки. Учитель. Следовательно, искусство фехтования не сводится к науке и не является таковым, как это возможно в таком случае. Ученик. Дестреза может быть сведена к науке. Это является неоспоримым и неопровержимым фактом. Учитель. Как это можно доказать? Ученик. Только посредством научного определения. Учитель. Ну что ж, пожалуй, послушаем это определение. Ученик. Существуют два определения. Первое – это привычка постигать посредством демонстрации. Второе – это истинное знание предмета и его причины. Фрагмент 2. Учитель. Что такое движение? Ученик. Вообще говоря, в практике дестрезы это действия движущей силы, данные человеку от природы для осуществления движений всем телом одновременно и отдельными его частями, перемещаясь из одного места в другое. Учитель. И сколько существует движений? Ученик. Если речь идет о разновидностях движений, то их не более одной. Учитель. Если их не более одной, то как посредством только одного движения осуществляются все эти уловки, столь противоречивые и разные? Ученик. Повторюсь, это только одна разновидность. Образно говоря, это как одно дерево с разными ветками, на которых сидят разные птицы. Так же и движение. Оно включает в себя разные виды. Учитель. Сколько существует таких видов? Ученик. Простых шесть. Наступательное движение, естественное, отклоняющее, подавляющее, отступательное и случайное. Учитель. Продемонстрируй их, используя шпагу. Ученик. Наступательным называется движение шпагой снизу вверх. Естественным движение вниз. Движение шпагой из одной стороны в другую – это отклоняющее. Подавляющее действие предполагает возврат шпаги в центр под прямым углом. Отступательным называется движение назад, одернув руку со шпагой. А движение вперед называется случайным. Фрагмент 3. Учитель. Что такое траектория в дестрезе? Ученик. Траектория – это механизм или мерило, посредством которого мы отделяем одно от другого, передвигаясь из одного места в другое. Кроме того, существует пять простых разновидностей траекторий. Прямые, косые, поперечные, колеблющиеся и траектории для отступления. Учитель. Новые названия, которые мы не слышали до этого, требуют объяснения и демонстрации, если это возможно. Ученик. Для этого нужно рассмотреть воображаемый круг между двумя противниками, убедиться, что все пропорционально, а также учесть внешние и внутренние линии. Следующий фрагмент. Учитель. Что такое срединная пропорциональность дестрези, без которой, как говорят, удар не может быть нанесен безопасно? Ученик. Это дистанция, искомая фехтовальщиком, при которой он сможет нанести удар, либо защититься, либо открыть стороны противника под разными углами и контролировать его шпагу. Учитель. В этом случае понадобится только срединная пропорциональность или что-то еще? Ученик. Каждой разновидностью уловки соответствует своя пропорциональность. Учитель. Разве не может быть только одной, подходящей для всех уловок? Ученик. Это невозможно из-за естественных особенностей человека, его движений и траекторий. Если рассматривать части тела противника, куда мы хотим нанести удар, необходимо рассматривать четыре вертикальных линии, две боковых и две диагональных, каждая из которых отличается от другой. С того места, где находится фехтовальщик, не представляется возможным достичь все эти линии и отсюда следует, что должно быть столько способов, сколько существует таких мест. Следующий фрагмент. Учитель. Что означает в фехтовании завершающее движение? Ученик. Это, пожалуй, самое сильное движение, которое только может быть в нашем искусстве. Единственное, эффективное и превосходящее, оно не обязательно должно быть смертельным, хотя противника можно убить, если потребуется для обороны. Это действие разрушает наступательные движения и лишает противника возможности наступления при помощи используемого инструмента. Учитель. В таком случае можем ли мы назвать завершающее движение универсальным приемом? Ученик. Да. При наличии навыков практики дестрезы, предполагающих осознание, позволяющих совершать только завершающие движения. Не все уловки. Неважно, совершаются ли они фехтовальщиком или его противником, осуществляются таким движением. Не все можно сдержать, поскольку они совершаются извне, и это может быть парирование или удар под прямым углом. Уловки, совершаемые внутри, чаще всего называются притеснением, где не подходит позиция под прямым углом, а парирование не может быть осуществлено безопасно, без риска входа противника для атаки. Учитель. И, наконец, как совершается завершающее движение. Ученик. Удерживая левой рукой горду шпаги противника и убирая ее поворотом руки, когда возникает опасность получить удар в лицо. Следующий фрагмент. Учитель. Что я больше всего хочу узнать о дестрезе, это то, может ли фехтовальщик защитить себя, не нанося удара противнику, несмотря на то, что атака была агрессивной и обоими были совершены траектории по направлению вперед. Ученик. Эта наука не обязывает наносить травмы или убивать. Она обучает тому, посредством чего в противном случае можно это сделать. И если по обе стороны есть подходящая дистанция для косой, поперечной и колеблющейся траектории, можно их использовать, совершая парирование естественным движением с режущим ударом и ударом тыльной стороной руки или случайным выпадом, а срединный режущий удар и срединный удар тыльной стороной руки помогут при завершающем движении, продолжатся с движением отклоняющим. При этом всегда будет иметь место поиск средства общего поражения. Следующий фрагмент. Учитель. Я всем доволен. Сейчас я хотел бы поговорить о тебе и узнать, как начать обучать ученика теоретической и практической частям. Нужно ли ему сначала объяснять, чтобы он понимал причину, или следует это делать со шпагой, чтобы он научился осуществлять уловки. Ученик. Нет ничего, что делает человек, кроме как пытается понять. Таким образом он понимает, что нужно делать. Сначала он должен уяснить причину самой вещи, а не то, что должен делать человек. И потому рекомендуется дать ему понятие о простых и смешанных движениях, которые он может совершать рукой, и о движениях, которые он может совершать шпагой. Нужно объяснить шесть основных линий, простые и смешанные, и должна быть возможность продемонстрировать это на противники и доказать, каким образом прямой угол обеспечивает большую досягаемость и возможность обороны. Необходимо дать знания о вертикальных линиях, боковых и диагональных, которые изображены на теле человека и показать, как по ним наносятся удары. Далее нужно показать простые и комбинированные траектории и объяснить, какая нога задействуется при движении по той или иной траектории. После этого рассматривается воображаемая окружность между двумя фехтовальщиками с поперечными и бесконечными линиями, которые считаются местами, через которые следует двигаться по траекториям. Следует дать ученику особое понимание углов, которые являются причиной соприкосновения шпаг и о том, как, даже если это очень короткое парирование или то, что называется выгодой, при захвате используются четыре или все прямые, либо два тупых и два острых угла. Прямые, когда шпаги соприкасаются в середине их длины, служат только для обороны, а тупые и острые углы и для обороны, и для атаки. Следует рассказать ученику, что существует только два варианта, как осуществляются уловки. Первый вариант говорит о позиционировании шпаги, а второй об открытии сторон противника. В фехтовании существует только пять приемов. Режущий удар, удар тыльной стороной руки, прямой удар с выпадом, срединный режущий удар и срединный удар тыльной стороной руки. Нужно рассказать ему о движениях, из которых состоит каждый из них, неважно, совершаются ли они со свободной шпагой или со шпагой, которая сдерживается соперником. Также нужно доказать, что не существует отражающих ударов с остановкой, что отклонение может быть опасным и что вместо этого нужно подчинить шпагу. После того, как он узнал об этом и других важных принципах, его обучают брать шпагу в руки и держать ее так крепко, чтобы вся сила тела передавалась через руку. Это позволит совершать мощные быстрые движения. Нужно позволить ему постоянно занимать положение под прямым углом правой рукой, чтобы она могла находиться на любом из четырех концов снизу, сверху и по сторонам. Необходимо объяснить, что корпус тела должен стоять на обеих ногах, находясь в равновесии, а пятки должны быть расположены противоположно друг другу на расстоянии не больше половины фута, таким образом, чтобы при повороте нижняя конечность соприкасалась с правой пяткой. Нужно научить его всем четырем основным уловкам, объяснить, как они противопоставляются друг другу и каковы особенности доминирования каждой из них. И, наконец, рассказать обо всем, что обсуждалось в трактате. Конец цитаты. Так выглядела экзаменация маэстро почти полтора века назад. Сегодня я предлагаю прочесть эту книгу и хотя бы самостоятельно ответить себе на вопрос, вы обладаете такой же квалификацией в воинском искусстве? Честный ответ сразу даст вам понимание уровня ваших знаний и умений в этой области. Истинный маэстро должен быть готов в любой момент не только ответить на теоретический вопрос, но и продемонстрировать каждое свое слово в боевых приемах, уловках, выпадах и так далее. Не зря командор Ордена Иисуса Христа Иронима Санчес де Каранзе, прародитель испанского фехтования, сказал, что все постигается через демонстрацию. К примеру, дворянин, мастер фехтования и лучший ученик Иронима де Каранзе Луис Пачико де Нарваес служил учителем фехтования у короля Испании Филиппа IV. А кроме этого, он, несомненно, был выдающимся воином. И в течение определенного времени убил более ста человек, сражаясь на дуэли в Мадриде. Это также было определенным этапом формирования и экзаменации его как мастера. Такие убийства продолжались бы и дальше, если бы в один день король не сказал, еще раз я узнаю, что кто-то вызвал Пачико де Нарваеса на дуэль, вы будете иметь дело со мной. Иначе в скором времени в Мадриде не останется дворян. Вот так ему понадобилось сто человек. Сто убитых противников для того, чтобы стать маэстро. Во времена Средневековья было крайне опасно говорить публично о том, что ты дворянин, рыцарь, фехтовальщик. Очень быстро могли предложить это доказать. От подобного предложения, как вы понимаете, отказаться было нельзя. А что именно необходимо было сделать для подтверждения своего статуса, описано в книге «Простой способ экзаменации учителей в искусстве фехтования с оружием». Что должен знать и уметь маэстро для того, чтобы называться маэстро? На первый взгляд книга может показаться довольно простой. Диалог ученика и учителя. Но читая ее более детально, вы сможете обратить внимание на огромное количество требований к ученику, среди которых знание философии, математики, умение безупречно управляться с разными видами оружия, выбор оружия, крайне важный аспект. Ведь маэстро должен уметь обращаться с любым видом оружия и даже обходиться без него. Настоящий маэстро должен быть непобедимым, неуязвимым, и лишь Бог решает, когда ему умереть. Вот пример того, что пишет в своей книге «Философия оружия» и Ронни Мадекаранзе о квалификации маэстро и тех, кто может так именоваться. Цитата. Как мы видим, не зная теории, мы не можем узнать, какие уловки, какой характер линий содержится в этих уловках. Из этого ясно следует, что тот, кто не знает, что такое движение тела, где каждое из движений заканчивается, тот не сможет узнать природу каждой линии и не поймет эффект, который он может оказать на противника с уловками и линиями. И не без причины мы скажем, что те, кто не испытывают в этом недостатка, не знают оружия, не являются фехтовальщиками, а только называются таковыми, что правдой не является. И можно сказать, что они незаконно присвоили это. Их нельзя называть фехтовальщиками, а только игроками руками и ногами. Конец цитаты. Такой был подход к аттестации мастеров в испанском фехтовании, философский, научный и по всем канонам рыцарства. Должен сказать, что ни в одной другой системе фехтования, кроме испанской, не существует такого подхода к аттестации и книг, подобных простому способу экзаменации учителей в искусстве фехтования с оружием. Безусловно, существуют различные методы аттестации спортсменов-фехтовальщиков, олимпийских чемпионов и так далее. Но истинное искусство поединка и спортивное фехтование – это две кардинально разные категории. Искусство поединка направлено на поражение и убийство противника. Спортивное фехтование подразумевает победу в соревнованиях самого разного уровня. Слишком разные перед ними стоят задачи. И я абсолютно уверен в том, что фехтовальщик, который занимается спортом, не сможет фехтовать в реальной жизни. Во времена Средневековья, в период бесконечных войн и завоеваний, человек также не мог называться истинным маэстро фехтования, если не имел опыта в реальных сражениях на войне. Об этом также говорил в своей книге «Защита истинной науки об оружии» Лоренс де Радо. Война – лучшее место для демонстрации навыков в воинском искусстве. А возвращение живым после битвы лучше любых слов говорит об эффективности и высоком уровне навыков. Вот тогда человека можно было считать настоящим маэстро. В гражданской жизни в так называемое мирное время требования к мастерам фехтования другие. Практика осуществляется в криминальной среде, как вы понимаете. Обычному гражданскому человеку незачем практиковаться в работе с ножом. Говоря о криминале на юге Италии, имея в виду мафию Камору-Индрангиту, важно понимать, что у каждого региона существуют свои установленные правила вхождения в среду. К примеру, в Неаполе Камора человек обязательно должен пройти испытание тюрьмой, что называется посвящением, без которого человека не будут считать полноправным членом организации и маэстро. При этом на Сицилии мафия тюрьма не является необходимым элементом пребывания в семье. Там тюрьма скорее имеет обратный эффект для членов организации. Человек должен так вести дела, чтобы не оказаться за решеткой. В Калабре Индрангита статус мастера определяется только семьей, так называемой Индриной. Считается, что семья лучше знает, как и чему учить своих детей. Члены семьи впоследствии участвуют во всех мероприятиях и операциях, показывая полученные навыки и выученные уроки в деле. Таким образом, мы могли бы выделить три направления фехтования, которые в том или ином виде существуют сегодня. Первое. Историческое фехтование. Ярким представителем этого направления является ХЕМА Historical European Martial Arts. Второе. Криминальное фехтование, о котором существует крайне мало информации. Третье. Сценическое фехтование. Представители этого направления в значительном большинстве расположены на юге Италии. Это открытые школы, о которых мы уже говорили на страницах данной книги. Однако фактическую практику фехтования имеет только криминальное направление. Все остальные приверженцы воинских искусств даже при желании не смогут получить реальную практику, не нарушая закона. Смертельные поединки на холодном оружии запрещены. Это ни для кого не секрет. Что касается Италии, как я уже говорил, законы о хранении и ношении холодного оружия значительно более жесткие, чем во многих других странах. Что уж говорить о поединках. Несмотря на это, представители криминального фехтования по сей день существуют на Сицилии. Это превосходные фехтовальщики, просто о них никто не знает. Познакомиться с такими людьми простому человеку практически невозможно. Даже если вы с кем-то и познакомитесь, вы не получите ответов на свои вопросы, потому что об этом там вслух не говорят. В фехтовании опережать противника ключевой параметр. Но быть быстрее его не за счет движений не в попад, а умело и ловко препятствуя противнику осуществлять задуманные технические элементы. К примеру, он достает нож, но вы видите, что его ноги стоят неверно. Ему будет необходимо развернуться к вам. Но кто же ему даст развернуться? Что же делать современному обывателю, желающему изучать фехтование, максимально близкое к той дестрезе, о которой мы читали в трактатах? Я бы порекомендовал отправиться на учебу к маэстро Рафаэля Ирмино, сицилийскому мастеру ножевого боя. Из всех школ, которые мы посетили на юге Италии, школу Ирмино я считаю наиболее профессиональной, передающей знания и навыки, пусть нереального поединка, но во всяком случае максимально к нему приближенного. Остальные школы и мастера, такие как Джузеппе Бонакорси, например, покажут вам лишь красивое сценическое представление и не более того. Помню, когда я был в этой школе, он спросил, что я думаю о его фехтовании. Я ответил, не впечатлен увиденным. Он сильно обиделся на меня. А ведь я всего лишь был прям и честен. Более того, мы находились в его школе небесплатно. За оказанное внимание заплатили немалые деньги. Приехали в коммерческую структуру. Я купил билет. Представление не понравилось. Что тут еще говорить? К примеру, вышеупомянутый Рафаэль Ирмино пригласил меня в гости и даже не подумал выставлять счета. А ведь времени и внимания уделил мне значительно больше, чем многие его южно-итальянские коллеги. Я к нему с большим уважением отношусь по сей день. Откровенно говорю, что безусловно выделяю его среди всех современных мастеров Сицилии. Конечно, у меня существует немало вопросов к его технике, к исполнению технических элементов. Но он сделал и показал все, что знает. А знает он немало. Я по сей день считаю, что этот человек сыграл значительную роль в моем исследовании Сицилии, знакомство с традициями и культура этого народа в наши дни. Он познакомил меня с их деревенским сиракузским тюремным стилем, рассказал множество историй о венецианском и сицилийском символизме. Мы вместе посещали храмы, рассматривали картины, много говорили. Он приглашал меня на закрытые тренировки в свою школу, помогал как мог, за что ему очень благодарен. И, конечно, я благодарен Кармелу Тангоне, директору сицилийской школы фехтования Филии Делента. Он также помогал нам в исследовании, создавал условия, отвечал на вопросы, показывал старинное оружие и так далее. Многое рассказал о современных мастерах и школах, что значительно продвинуло ход нашего исследования. При этом я не считаю Тангону выдающимся мастером фехтования, однако он просто потрясающий источник информации. В этой книге мы не можем говорить о людях, которые являются представителями криминального направления на юге Италии. Среди моих знакомых есть и такие контакты, но имен и ссылок на них я дать не могу. Вы должны понять, об этом слух не говорят. Именно поэтому я много лет не решался писать эту книгу. Слишком много знаю, но мало могу об этом рассказать публично. Поэтому иногда вам придется мне просто верить на слово. Отвечаю за свои слова, но доказать не могу. Я много лет потратил, чтобы завоевать доверие определенных лиц на Сицилии. И только спустя годы и десятки моих поездок люди начинали говорить в моем присутствии откровенно. Причины их опаски я называл уже не раз. То, о чем рассказывали, может стоить им свободы в буквальном смысле слова. Разговаривая с нами, эти люди фактически совершали преступления в рамках итальянского законодательства. Обсуждать с другими людьми то, как убивать людей на Сицилии, нельзя. А меня интересовало именно это. При этом показывать результаты своей научной работы могу свободно. Это абсолютно законно. Более того, мы проводили в Палермо десятки семинаров по различным видам и направлениям воинских искусств. Эти мероприятия освещались в местных СМИ и даже приветствовались городским управлением. Ученые Украины приехали на юг Италии, изучая историю и культуру региона. И все проходило гладко, потому что мы четко знали, как правильно проводить подобные семинары, что и как на них говорить, показывать. Все, что с наукой связано, законно. А вот встреча двух людей вечером за бутылкой вина и разговоры о том, как одни люди быстро и ловко убивают других, в Италии будет воспринято однозначно. Там этим занимаются люди конкретного сословия и называются они мафией. Так что, сами понимаете. Но если вы все же соберетесь когда-нибудь поехать на юг Италии с целью провести собственное исследование, то настоятельно вам рекомендую выучить итальянский язык. Ведь даже если вы встретите тех, того, кто будет готов поведать вам некую информацию из разряда об этом вслух не говорят, шансом, что вам расскажут это через третьих лиц крайне мало. Люди в Италии не любят говорить на английском языке, даже те, кто превосходно им владеют. Я не говорю на итальянском языке, но мне очень повезло с переводчиком. Анна Филиппова, мой переводчик и помощник, ездит со мной в экспедицию уже более 10 лет. За это время ей удалось стать на Сицилии своей. К ней буквально относятся как к близкому человеку, и это очень дорогого стоит, поверьте мне. Добиться такого расположения там непросто. Кроме этого, она долгие часы и дни провела в местных архивах и библиотеках, договаривалась и получала необходимые материалы. Все это возможно только при знании языка. В Калабрии также вам понадобится итальянский язык или первоклассный переводчик. А в Неаполе такие проблемы не возникнут. Там почти все говорят на английском языке. Город портовый, насыщенный иностранцами. Так что английский язык – дело привычное, не вызывающее сопротивление. Подводя итог, важно сказать, что истинный маэстро на юге Италии – это не просто тот, который занимается воинскими искусствами. Этот человек готовый совершать правильные поступки и в любой момент доказывать свой статус. Он здесь называется маэстро, потому что имеет на это право. Сноски. Первое. Ндрина – это минимальная единица Ндрангиты, ее основа, ее атом. Чаще всего она состоит из членов одной семьи и к тому же обладает определенной независимостью. Каждая Ндрина контролирует определенную территорию, за ней закрепленную. Сноска 2. Хема – современное течение исторического фехтования. Основной целью последователей и активистов Хема является поиск манускриптов и трактатов, их изучение, перевод на современный язык, транслитерация текстов, перевод рукописных текстов в удобный и читаемый вариант, интерпретация написанного в соответствии с нынешним восприятием прошлых эпох и с учетом уже известных исторических фактов о культуре, бытии и философии народов, живших в эти эпохи. Так начинается увлекательное путешествие в удивительный мир Хема. В настоящее время интересы Хема охватывает более чем двухтысячелетний период развития фехтовального искусства, начиная с эпохи римских гладиаторов. Если говорить о литературном наследии, то это почти семистолетний период. Официальная информация позиционирование ПОДПИСИОНИРОВАНИЯ ПОДПИСИОНИРОВАНИЯ ПОДПИСИОНИРОВАНИЯ